О Лазаре. Слово первое. 769. Семь слов о Лазаре на евангельскую притчу о богатом и Лазаре произнесены святителем Иоанна в Антиохии в течение 387 года с некоторыми промежутками. И против пьянствующих, входящих в корчевницу, строяющих пляски в городе, и о том, что учителю не должно отчаиваться в учениках. Хотя бы в настоящее время они не убеждались. И о бедном Лазаре, и о богатом. Вчерашний день, бывший сатанинским праздником, вы сделали праздником духовным, приняв слова мои с великой благосклонностью, и большую часть дня проведшись здесь, насладившись питьем, исполненным любомудрией, и ликовавши вместе с Павлом. Таким образом, вы получили двойную пользу, уклонились от бесчинной пляски пьянствующих, и предавались восторгам духовным, совершающимся с великой благопристойностью, пили из чаши нериной изливающей, наисполненной духовного учения, и сделали свирелью и кефарою для Святого Духа. Тогда как другие ликовали в честь дьявола, высадила в себя через пребывание здесь органами и сосудами духовными, предоставили Духу коснуться ваших душ и вдохнуть благодать свою в ваши сердца. Оттого вы и возгласили стройную песень, услаждающую не только людей, но и горние силы. Посему и сегодня вооружим язык против пьянства и восстанем против нетрезвой и распутной жизни. Облечим провождающих ее не для того, чтобы их стыдить, но чтобы избавить их от стыда. Не для того, чтобы их осуждать, но чтобы исправить их. Не для того, чтобы выставить их на позор, но чтобы удалить от гнусного позора и вырвать из рук дьявола. Потому что кто проводит время в пьянстве, разгуле и объедении, тот подпал жестокой власти самого дьявола. И о, если бы произошла какая-нибудь польза от слов моих. Впрочем, если они и после увещания останутся в том же состоянии, я и тогда не перестану предлагать им совет. Источники текут, хотя бы никто не черпал из них. И родники источают воду, хотя бы никто не брал ее. И реки бегут, хотя бы никто не пил из них. Так и проповедник, хотя бы никто не внимал ему, должен исполнять все от него зависящее. Ибо нам, принявшим служение Слово, постановлен человеколюбивым Богом закон. Никогда не оставлять своего дела и не молчать. Хотя бы слушали нас, хотя бы убегали. Когда Еремия, изрекший иудеям много угроз и предсказывавший будущее бедствия, и зато поносимый слушателями и осмеиваемый целый день, хотел прекратить такие пророчества по слабости человеческой, не могший переносить на смешек и злословий, то послушай, что сам он говорит в следующих словах. И было в посмеянии я весь день и сказал, не буду говорить и поминать во имя Господне. И было в сердце моем, как бы огонь разлитый в костях моих. И вот, я хотел молчать и не мог. Иеремия 20.7.9 Смысл слов его такой. Я хотел прекратить пророчество, говорит он, потому что иудеи не слушали. Но как только я решился на это, сила духа, как огонь, напала на душу мою, я палила всю внутренность, измождая и снедая кости мои, так что я не мог вынести этого жара. Если же тот, кто каждый день подвергался осмеянию, поношению и злословию, испытал такое мучение, когда решился замолчать, то как могли бы удостоиться прощения мы, если бы не потерпев еще ничего такого, понебрежности некоторых, впали в малодушие и перестали предлагать им учения, и особенно тогда, когда есть столько внимающих. 770. Впрочем, я говорю это не для своего утешения и ободрения. Я убедил души свои, чтобы доколе буду дышать, и Богу угодно будет продолжить мою настоящую жизнь, исполнять это служение. И делать повеленное. Будет ли кто слушать меня, или не будет слушать. Но так как есть такие люди, которые расслабляют руки у многих, и кроме того, что сами не приносят никакой пользы для нашей жизни, ослабляют усердие и в других, насмехаясь и издеваясь и говоря, оставь советовать, перестань увещевать. Не хотят слушать тебя. Не сообщайся с ними. Так как есть некоторые говорящие это, то желая исторгнуть из души народа эту злобную и бесчеловечную мысль, и дьявольский навет, я поведу речь об этом подолее. Я знаю, что даже и вчера произносили такие слова. Многие, которые, увидев некоторых, проводивших время в корчемнице, с насмешкой и издевательством говорили, так хорошо они убедились, совсем никто не пошел в корчемницу, все отрезвились. Что говоришь ты, человек? Разве я обещал уловить всех в один день? Если бы убедились только десять человек, если бы только пять, если бы даже один, недостаточно ли этого для моего утешения? Скажу еще большую крайность. Пусть будет, что никто не убедился моими словами, хотя невозможно, чтобы осталось бесплодным слово, посеяно вслух столь многих. Но пусть это будет так. Однако и в таком случае слово мое не бесполезно. Если они входили в корчемницу, то входили уже не с таким бесстыдством. И за столом часто вспоминали о словах моих «укоризнь», «обличение». Их вспоминая стыдились, краснели мысленно и делали обычные дела уже не с такой наглостью. А вполне почувствовать стыд, вполне осудить свои дела, это начало спасения и прекрасной перемены. Кроме того, произошла от этого и другая, не меньшая польза для меня. Какая? Та, что трезвых я сделал более степенными и словами своими убедил в том, что лучше всех ведут себя те, которые не увлекаются толпою. Я не восстановил болящих, но здоровых сделал более благонадежными. Слово не отклонило некоторых от порока, но живущих добродетельно сделало более внимательными. Присовокуплю к этому нечто до третья. Не убедил я сегодня, но, может быть, успею убедить завтра? И завтра не успею, но, может быть, послезавтра? Или еще в последующий затем день? Кто сегодня слушал отверг слышанное, тот, может быть, завтра послушает и примет. А кто сегодня и завтра оказал пренебрежение, тот, может быть, спустя много дней окажет внимание к словам моим. Так и рыболов, нередко целый день закидывая сеть напрасно и уже намереваясь уйти, вечером уловляет во весь день убегавшую от него рыбу и с ней уходит. Если бы мы вследствие всегдашних случающихся неудач вздумали оставаться в праздности и отстать от всех дел, то у нас расстроилась бы вся жизнь и погибло бы все, не только духовное, но и житейское. Так, если бы земледелие вследствие случившейся один и два и несколько раз дурной погоды решился бросить с земледелия, то мы все скоро погибли бы от голода. Если бы кормчий вследствие случившейся один, два и несколько раз бури оставил море, то никто из нас не плавал бы по морю и от этого жизнь наша опять потеряла бы много полезного. И в каждом искусстве, если о нем будешь так же судить и внушать, все совершенно погибнет, и земля сделается необитаемою. Зная это, все хотя один и два и несколько раз не достигают окончания дел, которыми занимаются, однако опять принимаются за них с одинаковым усердием. Зная все это, и мы, возлюбленные, увещеваю вас, не будем так рассуждать, не станем говорить, какая нам нужда в столь многих словах. Никакой нет пользы от этих слов. В земледелии засеешь один и два и несколько раз одну и ту же ниву, и не получив плода, однако опять возделывает ее, и часто в один год вознаграждает убыток всего прежнего времени. И купец, часто потерпев много кораблекрушений, не отстает от пристани, но стаскивает судно, подряжает корабельщиков и, занявши денег, принимается за те же дела, хотя будущее ему так же неизвестно. И всякий, чем бы кто ни занимался, обыкновенно поступает так же, как земледелец и купец. Если же они оказывают такое усердие к житейскому, хотя окончание дел им неизвестно, то неужели мы, как скоро слова наши не будут выслушиваемы, тотчас перестанем говорить? Какое же мы будем иметь прощение, какое оправдание? Притом, тех случаев неудач никто не вознаградит за потери. Например, если море потопит корабль, то никто не избавит от обеднения потерпевшего кораблекрушения. Если наводнение затопит ниву и заглушит семена, то земледелец должен уйти домой с пустыми руками. Но с нами, говорящими и увещевающими, бывает не так. Но если ты повергнешь семена, и слушатель не примет их и не принесет плода послушания, тебе уготована награда от Бога за совет, и ты получишь такое же воздаяние, хотя он не послушался, какое ты получил бы, если бы он и послушался, потому что ты исполнил все со своей стороны. Наш долг – не убедить слушателей, но только посоветовать. Наше дело – предложить увещания, а убедиться – их дело. Как если они сделают много добрых дел без наших увещаний, вся награда будет принадлежать им одним, а нам не будет никакой пользы, потому что мы не предлагали совета. Так и если они не послушаются наших увещаний, все наказание постигнет их, а нам не будет никакого осуждения, но еще будет дана великая награда от Бога, потому что мы все свое исполнили. Нам повелевается только отдать серебро торгующим, сказать и предложить совет. Скажи же и сделай увещание брату. Но он не послушался. А тебе уготована награда, только бы ты всегда делал это, только бы не отставал, доколе не убедишь, доколе не воодушевишь его. А окончанием совета пусть будет послушание принимающего увещания. Дьявол непрестанно противодействует нашему спасению, сам не получая от этого усердия никакой пользы, но еще испытывая величайший вред. И однако он одержим таким неистовством, что нередко отваживается даже на невозможные дела и нападает не только на тех, которых надеется непременно побороть и низвергнуть, но и на тех, которые, вероятно, преодолеют козни его. Так, услышав, что Иова хвалит ведущий все сокровенное Бог, он возымел надежду, что успеет низложить и его, и не перестал коварно употреблять все меры и хитрости, чтобы побороть этого человека, и не отчаивался в этом нечистый и злейший демон, хотя сам Бог признал в праведнике такую добродетель. После этого скажи мне, как нам не стыдиться и не краснеть, если тогда, как дьявол, никогда не отчаивается в нашей погибели, а всегда ожидает ее, мы будем отчаиваться в спасении братьев. Ему надлежало бы, не делая опыта, отступить от борьбы, потому что Бог свидетельствовал о добродетели праведника, однако он не отступил. Но повели коммунистовству своему против нас и после свидетельства Божия надеялся преодолеть того доблестного мужа. А нас ничто такое не заставляет впадать в отчаяние, и однако мы отступаем. Дьявол, несмотря на воспрещение Божие, не отступает от борьбы с нами, а ты уклоняешься, когда Бог располагает и побуждает тебя к поднятию падших. Дьявол слышал Бога, изрекшего, человек незлобивый, истинный, благочестивый, удаляющийся от всякого зла, нет такого из всех живущих на земле. И однако после столь многих и столь сильных похвал продолжал говорить, а может быть непрерывностью и великостью наводимых на него бедствий я успею преодолеть его и не изложить эту великую башню. Какое же будет прощение нам, возлюбленные, и какое оправдание, если злой демон с таким неистоством действует против нас, а мы не окажем и малой части подобного усердия к спасению наших братьев, имея притом Бога своим помощником. Итак, когда ты увидишь брата жестоким и непокорным, и невнимательным к тебе, скажи сам себе, может быть, со временем не успеем ли убедить его? Так и Павел повелел делать. Рабу же Господню не подобает ссориться, но быть тиху ко всем, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния прийти в разум истинный? 2 Тимофей 2.24 Не видишь ли, как отцы, нередко уже отчаявшись в своих сыновьях, садятся при них, плачут, горюют, целуют их и делают все со своей стороны до последнего издыхания? Так и ты поступай с братом. Они плачем и слезами не могут ни прогнать болезнь, ни отклонить угрожающую смерть, а ты нередко можешь с терпением и настойчивостью, плачем и слезами привлечь и восстановить отчаянную душу. Ты советовал и не убедил? Плачь и приступай к нему часто. Стинай горько, чтобы он, устудившись в твоей попечительности, обратился ко спасению. Что успею сделать я один? Я не могу один каждый день быть со всеми вами. Мне не остается сил одному беседовать с таким множеством. Если же вы захотите принять участие в спасении друг друга и взять на себя каждый по одному из беспечных братьев, то у нас быстро пойдет вперед дело назидания. Нужно ли говорить о тех, которые исправляются после тщательного увещания? Даже и о тех, которые страждуть неисцельную болезнью. Не следует отчаиваться и не родить. Хотя бы мы предвидели ясно, что они и после долгого о них попечения и вразумления не получат никакой пользы. Если эти слова кажутся вам странными, то я подтвержду верность их тем, что сделал и сказал Христос. Мы, люди, не знаем будущего, и потому не можем утверждать о слушателях, убедятся ли они или не убедятся нашими словами. А Христос, ясно зная и то, и другое, не переставал до конца исправлять того, кто имел оказаться непослушным ему. Зная, что Иуда не отстанет от предательства, Христос не переставал отклонять его от этого предательства советами, увещаниями, благодеяниями, угрозами и всяким способом вразумления. И постоянно удерживать словом, как бы какую уздою. Он делал это, научая и нас, чтобы мы хотя бы и знали наперед, что братья не послушаются, исполняли все со своей стороны, так как нам за совет уготована награда. Смотри же, как он постоянно и мудро удерживал Иуду своими словами. «Один из вас предаст меня». И еще не о всех говорю, ибо знаю, кого избрал. И еще один из вас дьявол. Ему угодно было подвергнуть беспокойству всех, чтобы не выставить на позор предателя и явными обличениями не сделать его более бесстыдным. А что эти слова причиняли и прочим ученикам беспокойство и страх, хотя они не сознавали за собой ничего худого. Послушай, как каждый из них говорил с смущением «Не я ли, Господи!» Но не только словами, но и делами Христос вразумлял Иуду, так как он часто и во всем являл свое человеколюбие, очищая прокаженных, изгоняя демонов, исцеляя больных, воскрешая мертвых, укрепляя расслабленных, всем благотворил, но никого не наказывал и постоянно говорил «Я не пришел, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир». То дабы не подумал Иуда, что Христос может только благотворить, а не наказывать, Господь научает его и этому, то есть что он может и наказывать, и карать согрешающих. 774 тонн 1. Посмотри, как мудро и целесообразно он Иуду научил, и никого из людей не подверг наказанию и не покарал. Как же он поступил, чтобы ученик познал карательную силу его? Если бы он наказал кого-нибудь, то показалось бы, что он противоречит собственным своим словам, не пришел судить мир, но чтобы мир спасен был. С другой стороны, если бы он никого не наказал, ученик остался бы невразумленным, не узнав на деле карательной силы его. Чему же надлежало быть? Чтобы и ученик устрашился, и не сделался по небрежности худшим, и никто из людей не был поражен, и не потерпел наказания и кары. Христос являет эту силу на смоковнице, сказав, «Да не будет от тебя никогда впредь плода», и простым словом тотчас иссушив ее. Таким образом, и люди все остались невредимыми, и он явил свою силу, когда наказанию подверглось дерево. Ученик же, если бы он был внимателен, получил бы великую пользу от этого наказания. Однако он и через это не справился, а Христос, хотя и предвидел это, сделал и кроме этого еще другое, гораздо большее. Когда иудеи, вооружившись на него мечами и колями, хотели наложить на него руки, тогда он ослепил всех их, ибо это выражает он словами, «Кого ищете?» Так как иуда часто говорил, «Что дадите мне, что я предам его вам?» То Господь, желая и иудеев убедить, и его вразумить в том, что он добровольно идет на страдания, и что все зависит от него, а злоба иуды не может преодолеть его, в то время как сам предатель стоял вместе со всеми и говорит, «Кого ищете?» Разве иуда не знал того, кого намеревался предать? Но Господь ослепил его зрение, и не только это сделал, но поверг их всех на землю своими словами. Когда же это не сделало их более кроткими, и не отклонило от предательства нечестивца, который остался неисцельным, и тогда Христос еще не оставил своего благоволения и попечения о нем, но посмотри, как трогательно касается бесстыдной души его, и произносит слова, которые могли бы смягчить и каменную душу. Когда Иуда устремился облобызать его, тогда что он говорит? «Иуда, лобзанием ли предаешь ты сына человеческого?» «Не стыдишься и самого способа предательства!» Это сказал Христос, чтобы тронуть его и напомнить ему о прежнем общении. Но несмотря на то, что Господь столько и делал, и говорил, Иуда не сделался лучшим, ни по немощи вразумлявшего, но по собственной беспечности. А Христос, хотя и предвидел все это, не переставал сначала до конца делать все со своей стороны. И так, зная все это, возлюбленные, и мы должны непрерывно и постоянно исправлять и дружески вразумлять беспечных братьев наших, хотя бы и не было никакой пользы от увещания. Если такое попечение о человеке, не хотевшем воспользоваться, вразумлением имел тот, кто знал, что таков будет конец, то можем ли удостоиться прощения мы, когда, не зная исход дел, так не родим о спасении ближних, оставляя их после первого и второго увещания? После всего сказанного обратим внимание и на себя самих, как мы ежедневно ослушиваемся Бога, каждый день вещающего нам через пророков и апостолов, и однако Он не перестает всегда вещать и убеждать непокорных и невнимательных. И Павел зывает так, о Христе умоляемый, как бы Бог через нас просит, примиритесь с Богом. Если можно сказать еще нечто удивительное, то достой не таких похвал тот, кто предлагает увещания, зная наперед, что принимающий увещания непременно послушается, каких тот, кто многократно говорил и советовал, и не имел успеха, и однако не перестал делать это. Первого, хотя бы он был ленивее всех, возбуждает к увещанию надежда, что слушатель убедится, а последний, постоянно увещевая, и не видя послушания, и однако не переставая делать это, представляет доказательства пламеннейшей и искреннейшей любви, как не ободряемой никакой подобной надеждой, но единственной по любви к слушателю, не оставляющей попечения о брате. Впрочем, довольно уже сказано, что не должно никогда оставлять падших, хотя бы мы наперед знали, что они не послушаются нас. Надо бы, наконец, перейти к обличению предающихся веселью, ибо доколе продолжается этот праздник, и дьявол наносит раны опьянения душам пьянствующих, да то ли и нам должно прикладывать к ним врачевства. 776. Вчера мы приводили против них Павла, который говорил, «Идите ли, пьете ли, иное что делайте, все делайте во славу Божию». А сегодня укажем им на владыку Павлова, который не только увещевает и советует воздерживаться от веселья, но и наказывает и карает живущего в веселье, ибо повествование о богатом и Лазаре и о судьбе того и другого указывает, ни на что-либо иное, как именно на это. Впрочем, чтобы нам не сделать это поверхностно, я прочитаю вам притчи с самого начала. «Был некий человек, богатый, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали в струбья его». Для чего Господь говорил притчами? И почему одни из них изъяснял, а другие не объяснял? И что такое притча? И все подобные вопросы отложим до другого времени, чтобы не уклониться от предстоящего теперь предмета речи. А пока скажем вам только о том, кто из евангелистов повествует, что Христос сказал эту притчу. Кто же? Один Лука. Необходимо знать и то, что из сказанного Иисусом Христом одно изложили все четыре евангелиста, а другое – каждый особо. Для чего же? Для того, чтобы чтение прочих евангелистов было для нас необходимо и видно было совершенство их согласия, ибо если бы они все сказали о всем, то мы не всем им внимали бы прилежно, так как и один мог научить всему. А если бы они все говорили о всем различно, то не видно было бы совершенства их согласия. Посему они о многом написали, и все вообще, и каждый особо. Итак, этой притчей Христос научает следующему. Некоторый человек, говорит он, был богат, жил весьма порочно, не испытывал никакого несчастья, но все притекало к нему как бы из источников. Что с ним не случалось, ничего неожиданного, никакого повода к унынии, никакой житейской неприятности, на это самое указывают слова. Каждый день блистательно пиршествовал. А что он жил порочно, это видно из постигшей его кончины. Еще прежде кончины, из оказанного им презрения к бедному. Этот самый бедняк доказал собой, что богач не имел сострадания не только к нему, лежавшему у ворот, но и к кому другому, никому. Ибо если даже тому, который преподал постоянно к воротам и лежал перед глазами, которого он по необходимости, входя и выходя ежедневно, видел, и не раз, и не два, а многократно, потому что бедняк лежал не на распуте, и не в тайном и тесном месте, но там, где богач непрестанно входил и выходил, и невольно должен был видеть его, если он не оказал сострадания даже тому, который находился в таком жестоком страдании и жил в такой нищете, или лучше, во всю жизнь мучился болезнью и болезнью жесточайшую, то к кому же из встречавшихся с ним был он сострадателен? Если он в первый день прошел мимо Лазаря, то второй надлежало бы ему почувствовать что-нибудь. Если же и в этот день пренебрег им, то в третий, или в четвертый, или в последующий день ему непременно надлежало бы тронуться, хотя бы он был свирепий диких зверей. Но он не чувствовал никакого сострадания, а был жесточе и безжалостнее того судьи, который ни бога не боялся, ни людей не стыдился. Того, сколь он не был жесток и суров, настойчивость вдовы заставила оказать милость и склонила на просьбу. А этого ничто не могло склонить на помощь бедному, хотя и просьба была не одинакова. Но просьба этого бендика была гораздо удобо исполнимее и справедливее. Та просила судью против врагов своих, а этот просил утолить голод его и не презреть погибающего. Та беспокоила частыми просьбами, это же многократно в день являлся богатому, лежащим в молчании. А это очень может смягчить даже и каменную душу. Когда часто беспокоят нас, то мы раздражаемся. Но когда видим, что нуждающиеся стоят с полным молчанием и не говорят ничего, что они, не достигая никакого успеха, не негодуют, но только молчаливо являются к нам, тогда мы хотя бы были безчувствами самых камней, трогаемся, стыдясь их чрезмерной скромности. Кроме того, было нечто другое, не меньше этого именно. Самый вид бедного был жалкий, изможденный голодом и продолжительной болезнью. Однако все это нисколько не смягчило богача жестокосердного. 778. Итак, первый порог богатого – жестокость и бесчеловечие в высшей степени. Ибо не все равно не помогать нуждающимся тому, кто живет в бедности, или пренебрегать другими измождаемыми голодом тому, кто наслаждается таким весельем. Опять, не все равно раз или два раза, увидя бедного, пройти мимо его, или видеть его каждый день, и даже этой непрерывностью зрения не пробудиться к жалости и человеколюбию. Опять, не все равно не помогать ближним тому, кто сам находится в несчастьях, в скорбях и в дурном расположении духа, или оставлять без внимания других, измождаемых голодом, тому, кто наслаждается таким весельем и постоянным благоденствием, а жесточиться и не сделать все более человеколюбивым даже от самых радостей. Вы знаете, что мы, хотя бы мы были жестокосерднее всех, от благополучия обыкновенно делаемся благосклоннее и добрее. Но этот богач и от благополучия не сделался лучшим, но оставался зверским, или лучше сказать, своими нравами превзошел жестокость и бесчеловечие всякого зверя. И однако, живший в пороках и бесчеловечный, наслаждался благополучием, а праведный и преданный добродетель находился в крайнем злополучии. А что латарь был праведен, это также показала кончина его. Еще прежде кончины, самое терпение среди бедности. Как вам кажется? Медите ли вы самые дела их перед собою? У богатого корабль был полон товара и плыл при попутном ветре. Но не дивитесь, он поспешал к кораблекрушению, потому что не хотел обращаться с грузом осторожно. Хочешь ли я покажу тебе, в чем состоял и другой порог его? В том, что он каждый день веселился без опасения. Ибо это крайнее зло, не только теперь, когда требуется от нас такое любомудрие, но и прежде, в Ветхом Завете, когда такое любомудрие еще не было открыто. Послушай, что говорит пророк. Горе вам, превращающим добрый день в злой, приближающимся к субботам лживым. Амос 6.3. Что значит, прикасающийся субботам лживым? Иудеи думают, что суббота дана им для праздности. Но не это причина установления субботы, а так, чтобы они, воздерживаясь от житейских дел, весь досуг употребляли на дела духовные. Что действительно, суббота назначена не для праздности, а для духовной деятельности. Это видно из самых обстоятельств. Священник в этот день делает двойное дело. Когда как каждый день приносится простая жертва, в этот день повелевается приносить двойную. А если бы суббота решительно назначена была для праздности, то священнику прежде всех надлежало бы быть праздным. Посему, так как иудеи, освободившись от дел житейских, не занимались духовными, целомудрием, скромностью и слушанием божественных вещаний, но делали противное этому, угождая чрево, упиваясь, присыщаясь, предаваясь веселью, за это и осуждал их пророк, сказав, горе вам, приходящий в день злы и присовокупив, прикасающийся субботам лживым. Этим прибавлением он объяснил, как у них ложны были субботы. Как же они делали их ложными? Совершая беззаконие, предаваясь веселью, упиваясь и делая множество постыдных и злых дел. А что это действительно так? Выслушай последующее, ибо то, что я говорю, выражает и пророк, тотчас присовокупляя и следующие слова. «Спите на постелях из слоновых костей!» Стих четвертый, шестой. «Ты получил субботу для того, чтобы освободить душу от пороков, а ты делаешь их еще более. Что может быть хуже этой изнеженности, как спать на ложах из слоновой кости?» Другие грехи доставляет хотя малое какое-нибудь удовольствие, например, пьянство, корыстолюбие, сладострастие. А спать на ложах из слоновой кости – какое удовольствие? Какое утешение? Неужели красота ложа делает сон приятнее и слаще? Скорее от этого он бывает самым тяжелым и самым неприятным, если мы благоразумны. Ибо если ты представишь, что когда ты спишь на ложе из слоновой кости, другой не может и хлеба вкушать спокойно, то не осудит ли тебя совесть, и не восстанет ли с обвинением против такой несообразности? Если же предосудительно спать на ложах из слоновой кости, то какое мы будем иметь оправдание, когда они еще будут со всех сторон обложены серебром? Хочешь ли видеть красоту ложи? Я покажу тебе теперь благолетие ложи, принадлежащего не простолюдину и не воину, а царю. Я знаю, что ты хотя бы был самолюбивее всех, не захочешь иметь ложа благолепней царского, и, что еще важнее, никакого-нибудь царя, но первого и знаменитейшего из всех царей и до ныне воспеваемого по всей вселенной. Я покажу тебе ложа блаженного Давида. Какое же оно было? Оно было со всех сторон украшено не серебром и золотом, но слезами и исповеданиями грехов. Об этом сам он говорит так. Каждую ночь омываю постель мою слезами моими. Салом 6.7. Слезы, как жемчужины, виднелись на нем со всех сторон. И посмотри, какая у него боголюбивая душа! Так как днем беспокоили и развлекали его многочисленные заботы о правителях, военачальниках, племенах, народах, воинах, сражениях, мире, о делах общественных и домашних, дальних и близких, то свободное время, которое все мы проводим во сне, он проводил в исповедании грехов, молитвах и слезах. И это делал он не одну ночь, а в другую успокаивался. Не две и не три ночи, а в промежутке переставал. Но каждую ночь делал это. Омываю, говорит он, каждую ночь ложа мое, слезами моими орошаю постель мою, указывая на обилие и непрерывность слез. Когда все покоились и находились в тишине, он один взывал к богу, и неусыпающее око было присуще скорбевшему, и плакавшему, и исповедовавшему грехи свои. Такую постель и ты устрой, потому что постель, обложенная серебром, и в людях возбуждает зависть, и свыше воспламеняет гнев. А такие слезы, каковы Давыдовы, могут погасить и самый гиенский огонь. Хочешь ли покажу тебе и другое ложе? Разумею, ложа Якова. Он имел под собой землю, а под головой своей камень. Посему и видел духовный камень, и ту лестницу, по которой восходили, нисходили ангелы. Бытие 28. Такие постели устроим и мы, чтобы видеть такие же сны. Если же будем лежать на серебряном ложе, то не только не получим никакого удовольствия, но и потерпим скорбь. Ибо когда ты представишь, что в крайнюю стужу, среди ночи, когда ты спишь на ложе, бедняк лежит на соломе, в преддверии бань, прикрывшись тростником, дрожа, корчись от холода и терзаясь голодом, то хотя бы ты был каменным больше всех, я уверен, осудишь себя за то, что сам нежишься сверх нужды, а ему не даешь пользоваться и необходимым. Ибо никакой воин, говорит апостол, не связывает себя делами житейскими. Ты воин духовный, а такой воин спит не на ложе из слоновой кости, но на земле и не намощается мастями, потому что такая забота свойственна людям, сладострастным и испорченным, живущим на сцене и в беспечности. А тебе должно благоухать не мастями, но добродетелью. Ничего нет не чище души, когда тело имеет такое благовоние, потому что благовоние тела или одежды может быть доказательством внутреннего зловония и нечистоты. Когда дьявол, приступив к душе, изнеживает ее и ввергает в великое расслабление, тогда она нечистоту своего распления отражает и на теле посредством благовоний, и как страждущие насморком и катаром марают и одежду, и руки, и лицо, постоянно отирая текущие износа влагу, так и душа сообщает телу нечистоту своей дурной влаги. Кто подумает что-нибудь благородное и доброе от человеки, который пахнет мастями, уподобляется женщине или лучше блуднице и подражает жизни пляшущих, пусть благоухает душа твоя духовным благовонием, чтобы тебе приносить величайшую пользу и себе самому, и живущим с тобою. Нет, нет ничего хуже веселья. Послушай, что еще говорит о нем Моисей. Растолстел, разжирел, расширился, отвергся возлюбленный. Второзаконие 32.15. Не сказал, отступил, но отвергся возлюбленный, показывая нам упрямство и непокорливость его. Еще в другом месте, когда будешь есть и насытишься, то внимай себе, не забудь Господа Бога твоего. 8.10. Торозаконие. Так веселье обыкновенно доводит до забвения. Ты же, возлюбленный, когда сядешь за трапезу, вспомни, что после трапезы тебе должно молиться и затем умеренно наполнять чрево, чтобы, обременивши себя, не сделаться бессильным преклонить колено и помолиться Богу. Не видите ли, что подъеремные животные от ясли выступают в дорогу, несут тяжести, исполняют свою службу, а ты после трапезы бываешь неспособен и негоден никакому делу. Не будешь ли ты хуже и самых ослов? Почему? Потому что тогда особенно и должно не спать и бодрствовать, ибо время после трапезы есть время благодарения, а благодарящему должно не пьянствовать, но не спать и бодрствовать. Будем же от трапезы обращаться не на ложе, но на молитву, чтобы нам не быть бессмысленными и бессловесными. Знаю, что многие осудят эти слова, как вводящие в жизнь обычаи новые страны, но я еще более осужу дурную привычку, теперь владеющую нами, что за пищей и трапезой должны следовать не сон и покой, но молитвы и чтение божественных писаний. Это весьма ясно показал Христос. Напитав тогда в пустыне несметное множество народа, Он не отослал его на ложе и ко сну, но призвал к слушанию божественных вещаний. А Он не переполнил их чрево пищей и не довел до упоения, но удовлетворив их потребности, привел к пище духовной. Так и мы будем поступать и приучимся употреблять пищи столько, сколько необходимо только для поддержания пищи, а не для присущения и отягощения. Ибо мы не для того родились и живем, чтобы есть и пить, но для того едим, чтобы жить. Не жизнь для пищи, но пища для жизни дарована от начала. А мы, как будто для едения, пришли в мир, так все проживаем на это. Но чтобы обличение веселья было сильнее и больше коснулось живущих в нем, теперь обратим опять речь к Лазарю. Таким образом, увещания и совет будут у нас вернее и действительнее, когда вы не из слов, но из дел увидите, как вразумляется и наказывается преданное присущению. Итак, богач жил в таком нечестии и веселился каждый день и одевался блистательно, навлекая на себя жесточайшее наказание, приготовляя больший пламень, заслуживая в себе осуждение неумолимое и мучение неотменяемое. А бедный лежал у ворот его и не роптал, не богохульствовал и не негодовал. Не сказал самому себе, как говорят многие, что это значит. Этот человек, живущий в нечестии, жестокости и бесчеловечии, пользуется всем сверхпотребности и не терпит ни печали, ни какого-либо другого неожиданного бедствия, которых много бывает с людьми, но наслаждается чистым удовольствием. А я не могу получить необходимой пищи. К нему, проживающему все на тунеядцев и льстецов и на пьянство, все течет, как из источников. А я, истощаемый голодом, лежу притчей для зрителей, позором и посмешищем. Уже ли это от промысла? Уже ли какая правда надзирает за делами человеческими? Ничего такого он не сказал и не подумал. Из чего это видно? Из того, что ангела, окружая его, отнесли и положили на лоно Авраама. Столь великой чести он не удостоился бы, если бы был богохульником. Многие удивляются этому человеку потому только, что он был в бедности. А я могу насчитать девять мучений, которые он вытерпел не в наказание, но для того, чтобы сделать все более славным, что и исполнилось. И бедность действительно есть бедствие. Это знает испытавшая ее. Никакое слово не может изобразить той скорби, какую терпят живущие в нищете и не умеющие любомудрствовать. Но у Лазаря не одно это было бедствие и присоединялось к тому и болезнь, и при том чрезмерная. И смотри, как Господь показывает, что то и другое несчастье дошло до крайности, что бедность Лазаря была тогда выше всякой бедности. Это Господь выразил сказавши, что он не получал и крупиц падавших от трапезы богатого, а что и болезнь его дошла одинаково с бедностью до той меры, далее которой простирать все уже невозможно было. Это самое так же Господь выразил, сказавши, что псы лизали раны его. Лазарь был так слаб, что и псов не мог отогнать, и лежал живым трупом, видя их, прибегающих к нему, но прогнать их, не имея сил. Так у него члены были расслаблены, так иссушены болезнью, так измождены страданием. Видишь ли, что и бедность, и болезнь с крайней жестокостью осаждали тело его. Если же каждая из этих бедствий само по себе невыносима и ужасна, то когда они соединились вместе, не адамант никакой был терпевший их. Многие часто бывают больны, но не нуждаются в необходимой пище. Другие живут в крайней бедности, но наслаждаются здоровьем, и одно бывает облегчением другого, но здесь сошлись вместе то и другое зло. Ты, может быть, назовешь мне кого-нибудь, который находится и в болезни, и в бедности, но не в такой беспомощности. Тот, лежа на открытом месте, мог, если не от себя и не от домашних, то, от видевших его получить помощь. А у этого вышесказанные бедствия еще более отягчались отсутствием каких-либо помощников. И эту беспомощность опять еще более тяжко и делало то, что он лежал в воротах богатого. Если бы он как-то так страдал и был пренебрежен, лежа в пустыне и месте необитаемом, ему было бы не так больно. Ибо то самое, что никого нет, невольно заставляет переносить приключающиеся, но лежать посреди столь многих упивающихся и благоденствующих, и ни от кого не получать ни малейшего сострадания, это еще более усиливало в нем чувство скорби, еще более производило уныние. Мы обыкновенно страдаем в несчастье, не столько тогда, когда нет помощников, сколько тогда, когда и есть они, но не хотят подать руку помощи. Отчего тогда и он страдал. Не было никого, кто бы или словом успокоил, или делом утешил его, ни друга, ни соседа, ни сродника, никого из видевших его, потому что развращен был весь дом богатого. 783, том 1. при том скорбь его умнажала еще и то, что он видел другого благоденствующим, не потому, что он был завистлив и зол, но потому, что всем обыкновенно яснее сознаем свои несчастья при благоденствии других, а при богатом было нечто другое, что еще более могло мучить Лазаря. Он сильнее чувствовал свои бедствия не только от сравнения собственного злополучия с благоденствием богатого, но и от мысли о том, что это при жестокости и бесчеловечности своей во всем счастлив, а он при своей добродетели и кротости терпит крайнее бедствие, от этого он страдал неутешной скорбью. Если бы богат был человек праведный, кроткий, дивный и исполненный всякой добродетели, то не опечалил бы Лазаря. А теперь, когда он живет порочно и дошел до крайней степени нечестия и такое показывает бесчеловечие и питает самое враждебное расположение и проходит мимо его, как мимо камня, бесстыдно и безжалостно, и после всего этого наслаждается таким благополучием, представь, какими непрерывными, так сказать, волнами он, вероятно, заливал душу бедного. Представь, каково было Лазарю видеть, как тунеядцы, льстецы, слуги поднимались вверх, сходили вниз, выходили, входили, бегали, шумели, упивались, скакали и делали всякие другие бесчинства, как будто пришедший для этого именно, чтобы быть свидетелем чужого благополучия. Он лежал в воротах, имея в себе жизни столько, чтобы только чувствовать собственные бедствия, испытывая кораблекрушение в пристани близ источника, мучаясь в душе жесточайшую жаждаю. Сказать ли еще о другом бедствии сверх того, он не мог видеть другого Лазаря. Мы хотя бы терпели бесчисленные бедствия, можем, возревши на него, получить достаточное утешение и иметь великую отраду, потому что для скорбящих бывает великое утешение, когда они находятся участников своих бедствий, на самом ли то деле или в рассказах. Но он не мог видеть никого другого, страдавшего одинаково с ним. Не мог даже и слышать, чтобы кто-либо из его предков также страдал. А это состояние омрачить душу. Может к этому прибавить еще и то, что он не мог сколько-нибудь любомудрствовать о воскресении, но думал, что настоящие дела оканчиваются с настоящей жизнью, ибо он был из числа живших до благодати. Если же теперь между нами при таком богопознании, при радостных надеждах воскресения, при ожидающих там грешников наказаниях и уготованных добродетельным благах, некоторые бывают так малодушны и жалки, что не исправляются и этими ожиданиями, то как должен был страдать он, не имея и этого якоря? Он еще не мог ни о чем таком любомудрствовать, потому что еще не наступило время этих догматов. Было при этом еще нечто другое, то, что неразумные люди могли иметь о нем превратное мнение. Обыкновенная толпа, видя кого-нибудь в непрестанном голоде и недуге и в крайних бедствиях, составляет о таких людях недоброе мнение, от несчастья заключает о жизни и думает, что они так бедствуют непременно за свои пороки. И много другого подобного говорит между собою. Хотя неразумно говорить, если бы этот человек был любезен Богу, он не попустил бы ему бедствовать в нищете и других несчастьях. Так было и с Иовом, и с Павлом тому говорили, что не в полной мере ты еще пьешь. Иов 4, 2, 6. Смысл этих слов такой, если бы ты сделал что-нибудь доброе, то не потерпел бы того, что ты потерпел, но ты несешь наказание за свои грехи и беззаконие. Это более всего и огорчало блаженного Иова. И о Павле тоже говорили варвары, ибо когда они увидели повисшую на руке его змею, то не подумали об нем ничего доброго, но сошли его за одного из величайших беззаконников, как видно из слов его. Его спасшегося от моря, говорили они, суд Божий не оставляет жить. А обыкновенно и это немало возмущает нас. И однако, когда волны были столь многочисленны и неслись одна за другую, ладья Лазаря не потонула. Но находясь в раскаленной пищи, он любомудрствовал так, как бы прохлаждался непрерывную росою. Он не сказал самому себе ничего такого, что обыкновенно говорят многие. Если этот богач по смерти будет там наказан и предан то одно за одно, а если и там он будет наслаждаться такими же почестями, то два не одно. Не носятся ли многие из вас с этими словами по торжищам и из конского ресталища языческих театров, не вносит ли их в церковь? Я стыжусь и краснею, что высказал эти слова перед всеми, но надо сказать о них, чтобы вы избавились но это дело дьявольской злобы. Под видом шутливых слов вводить в жизнь наше неправильное мнение. Их многие непрестанно повторяют и в мастерских, и на площади, и в домах, а это происходит от крайнего неверия и безумия, поистине смешного и детского смысла. Ибо говорит, если порочные по смерти будут наказаны, и не иметь твердого убеждения, что они непременно будут наказаны свойственно неверующим и сомневающимся, а думать, что если это случится, как и действительно случится, то они получат равное с праведными воздаяния крайне безумно. Скажи мне, что это ты говоришь? Если богач по смерти наказывается там, то одно за одно основательно ли это? Сколько лет хочешь ты дать ему наслаждаться здесь богатством? Хочешь ли? Дадим сто. Я с своей стороны полагаю двести, триста и дважды столько, а если хочешь и тысячу, что невозможно, потому что дни и лет наши говорится в Писании 70 лет, а при большей крепости 80, но пусть будет и тысячи. Разве можешь ты, скажи мне, представить здесь жизнь, не имеющую конца и не знающую предела, какова жизнь праведных там? Итак, скажи мне, если бы кто в продолжении ста лет, увидев в одну ночь приятный сон, и во время его, насладившись великим весельем, за это был наказываем сто лет. Неужели он может говорить об этом одно за одно? И одну ночь сновидений считать равной со ста годами? Не, нельзя сказать этого. Так рассуждаю о будущей жизни, что одно сновидение в сравнении со ста годами, то настоящая жизнь в сравнении с будущей жизнью, или лучше сказать, гораздо менее, что малая капля в сравнении с беспредельным морем, сто тысячи лет в сравнении с будущей славой и блаженством. Что еще больше можно сказать о будущей жизни, кроме того, что она не имеет предела и не знает конца, и какое различие между сновидениями и действительностью, такое же различие между настоящим и тамошним состоянием. С другой стороны, порочные, живущие во грехах еще прежде тамошнего наказания, уже и здесь наказываются. Не говори мне только о том, что этот человек наслаждается роскошным столом, одевается в шелковые одежды, окружен толпами слуг и гордо выступает по площади, но открой передо мной совесть его и увидишь внутри великий мятеж грехов, постоянный страх, бурю, смущение, увидишь, что ум, как бы на судилище, вошедший на царский престол совести и восседая подобно судьи, представляет помыслы, как бы палачей, истезует душу и терзает ее за грехи и громко взывает, тогда как никто не знает об этом, кроме одного всевидящего Бога. Так прелюбодей хотя бы был безмерно богат и не имел ни одного обвинителя, сам непрестанно обвиняет себя внутренно. Удовольствие у него кратковременно, а скобь постоянно. Отовсюду страх и трепет, подозрение и беспокойство. Он боится переулков, страшится самых теней, собственных рабов, как тех, которые знают, так и тех, которые не знают, той самой, которой он обесчестил и оскорбленного мужа ее. Где не ходит, везде носит с собой жестокого обвинителя, совесть. Сам осуждает себя и не может немало успокоиться. греха. Ибо и на ложи, за столом, и на площади, и дома, и днем, и ночью, и в самых сновидениях он часто видит образы своего греха, проводит жизнь каяна, стеная и трясясь на земле. И чего, никто не знает, внутри себя имеет огонь, всегда пламенеющий. Тоже испытывают и хищники, корыстолюбцы, тоже и пьяницы, и вообще каждый из живущих во грехах, потому что невозможно извратить это судилище. Хотя бы мы не совершали добродетели, однако скорбим, что не следуем ей, и хотя бы делали зло, однако поминование и греховное удовольствие чувствуем скорбь. Не будем же говорить о живущих здесь в богатстве и пороках, и о праведниках, наслаждающихся там, что одно за одной, и что два не одно. Праведным и тамошнее и здешнее доставляет великое удовольствие, а порочные и коростолюбивые здесь и там наказываются. Они здесь наказываются ожиданием тамошнего мучения, худым всеобщим о них мнением, и тем самым, что грешат и расплевают свою душу, и по отшествию отсюда терпят невыносимые мучения. Напротив, праведники хотя бы здесь терпели бесчисленные бедствия, питаются добрыми надеждами, вкушая удовольствие чистое, постоянное, непоколебимое, а после получат бесчисленные блага, как и этот лазарь. Не говори мне, что он был в ранах, но обрати внимание на то, что он имел душу драгоценнее всякого золота, или лучше сказать, имел не только душу такую, но и тело, потому что доблесть тела состоит не в тучности и дородности, но в перенесении многих и столь тяжких страданий. Не тот достоин отвращения, кто имеет на теле такие раны, но тот, кто, имея на душе бесчисленные язвы, нисколько не заботится о них, каков был и тот богач, внутренно весь изъязвленный. Как у лазаря псы лизали раны его, так у богатого демоны грехи его. И как первый жил в алджбе пищи, так последний в алджбе добродетели 787. Зная все это, будем любомудрствовать и не станем говорить, что если бы такого-то Бог любил, то не попустил бы ему быть бедным. Это самое служит величайшим доказательством любви его, ибо Бог кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. И еще, чадо, когда приступаешь работать Господу, то приготовь душу твою к искушению, прав сердце твое к терпению. Сирах 2.1 Отвергнем же возлюбленные те негодные мысли и те простонародные слова, сквернословие, говорит апостол, и смехотворство, кощунство, мы сами произносить их, если увидим, что другие произносят их, заградим и им уста, сильно восстанем против них, удержим их бесстыдный язык. Если бы ты увидел, что какой-нибудь предводитель разбойников бегает по дорогам, нападает на проходящих, похищает находящиеся на полях, зарывает золото и серебро в пещерах и подземельях и запирает там много стат, одежд и рабов, приобретая их своими стал ли бы ты называть его блаженным за это богатство, а не назвал ли бы ты несчастным, по имеющему постигнуть его наказание, хотя он еще не схвачен и не предан в руки судьи, и не попал в темницу, и не обвинялся, и не осужден приговором, но веселится, пьянствует, наслаждается великим достатком, однако мы не считаем блаженным за настоящее и видимое, но называем несчастным по ожидающему его будущему, так рассуждай и о богачах коростолюбивых, они какие-то разбойники, засевшие при дорогах, грабящие проходящих и зарезывающие имущество других своих кладовых, как бы в пещерах и подземельях, не станем же ублажать их за настоящее, но будем называть их несчастными за будущее, то страшное судилище неизбежное наказание, тьму кромешную, которая постигнет их, хотя разбойники нередко избегали рук человеческих, однако и зная это, мы и себе и врагам не желали бы их жизни и проклятого богатства, но о боге нельзя сказать этого, никто не избегнет его приговора, но все живущие любостяжанием и хищением непременно навлекут на себя от него наказание вечное и не имеющее конца, как и тот богач. А всем этом, помышляя для самих себе возлюбленные, будем считать блаженными не богатых, но добродетельных, а называть несчастными не бедных, но порочных, будем взирать не настоящее, но на будущее, а рассматривать не внешнее одеяние, но совесть каждого, и стремясь к доблести и радости, проистекающей от добрых дел, будем и богатые, и бедные подражать Лазарю. Он перенес не один, не два, и не три только, но множество подвигов добродетели, именно бедность, болезнь, отсутствие помощников перенес все эти бедствия в доме, который мог прекратить их и не удостоился ни от кого утешения. И видел пренебрежение от наслаждавшегося таким весельем, и не только наслаждавшегося таким весельем, но и жившего в нечестии и не терпевшего никакого бедствия. Не мог видеть другого Лазаря и не был в состоянии сколько-нибудь любомудрствовать в воскресенье. Кроме сказанных бедствий, терпел еще от толпы худое о себе мнение за эти несчастья, и не два или три дня, но во всю жизнь видел себя в таком несчастном состоянии, а богатого в противоположном. Какое же мы будем иметь оправдание, если тогда, как он с таким мужеством переносил все совокупившиеся бедствия, мы не перенесем и половины их. Ибо ты не можешь, не можешь указать и назвать еще другого, кто потерпел столь многие и столь тяжкие бедствия. Посему Христос и выставил его на вид, чтобы мы, если когда-либо впадем в несчастье, видя чрезмерность скорбей этого бедняка, получили достаточное ободрение и утешение от его любомудрее и терпение. Он представляется общим во вселенной учителем для претерпевающих какое-либо бедствие, предлагая всем смотреть на него и превосходя всех чрезмерностью собственных несчастий. Итак, возблагодарив за все это человеколюбивого Бога, будем извлекать пользу из этого повествования, постоянно имея при себе Лазаря и в собраниях, и дома, и на площади, и везде, и тщательно собирая все богатство из этой притчи, чтобы нам настоящее бедствие переносить беспечально и получить будущее благо, чего расподобимся всем и благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, честь, поклонение ныне и всегда и во веки веков. Аминь.